Мясное направление Пшеница, горух, да, у нас ну как-то с этими решаем проблем как-то более Убираете, вы покупаете? Не, ну покупаем, ну бывает, люди оставляют, мы очищаем поле, да Это идет у нас на постельки, на корма, основные, да, ну там зерновые изделия, ну там пшеница, горух, мы уже покупаем в рыночной цене Да, мы делаем ракцион, у нас есть специальные, мы сейчас вам покажем, ну Это кормораздачники, которые благодаря министерству сельскохозяйства грант помогли, мы покупали по гранту А 17 гектаров, которые вы назвали, это в собственности, это пашня или пастбище? Ну пастбище, это вообще арендованный был, я от моего отсюда, мы же вместе начинали семейные, ну договор на меня делали и все И как-то, он помогает все равно, бывает, ну скот выгоняем, ну там погрузки, ну потому что солнце, она прогуливает, солнце надо, ну чтобы отбить их Это рядом, рядом с фермой, 17 гектаров, а они сейчас у вас в собственности или в аренде? В аренде В аренде? Да Но вы будете выкупать, наверное? Ну 49 лет, да А-а-а 49 лет, это будет Долгий шок, ага, хорошо, ладно, значит, а все остальное, все остальные корма В том числе и сено вы заготавливаете или нет, а сено заготавливаете? Сено покупаем, да Покупаете, да Физический лиц бывает, ну и с организацией, с холдингом, ну там Мы стараемся, чтобы сено у нас много не идет, но рактёны, допустим, ну там у нас огромное количество не нужно это сено Мы там, для как-то рактёна нам нужен определенный какой-то состав, мы пользуемся, да А с лавней у нас идет вот эта солома, пшеница, ячмень, горуха, я еще повторяю Ну а вообще вы планируете для своего поголовья, вот с учетом развития приобретать землю? Конечно, да Это в первом плане у нас, да То есть прибыли будут, если Зарабатываем деньги, обязательно у нас первые Обязательно, без этого, да, очень тяжело хозяйство, ну как что Чтобы свои, конечно А скажите, из зернового ассортимента, что вы покупаете? Это, вы покупаете, наверное, ячмень, наверное, кукурузу, да Кукуруза Сою покупаем из Краснодарского края, у нас тут, да, чуть дефицитом, ну, есть люди, которые у нас есть договора с ними, ну, работаем уже много лет, да И потом через комбикорм У нас есть, да, своя, своя мини-комбикормная, ну, установка Все, да, которые измельчают, ну, более современными, сейчас вам покажем Делаем свои кандикорм мы сами Да, а рецептуру сами придумали? Нет, ну, или вам кто-то консультировал? Нет, у нас есть это, конечно, конечно, да А с кем вы работаете по консультации? Ну, по консультации работаем, ну, много, в которых много опытов, зоотехников, да, мы обсуждаем вот эти все моменты вместе Ага, ага, ясно У вас сейчас поголовье такое же было, как в начале года, я имею в виду количество скота Нет 500 голов Количество у нас сначала было, ну, там, где-то, вот, начинающие фермы, которые мы начали, да У нас молочные были, все-все получилось, ну, трудно было, опять повторяю, землей Ну, и мы потом пришли в мясное направление, и так, увеличивали до 100-150, ну, сейчас у нас, это, дальний момент, который мы содержим, где-то около 500, может, чуть больше 500 голов Мы покупаем породные Вы работаете, да, с мясным скотом Да А породу одну? Нет, у нас есть, это, Герефорди, Ангуст, вот это, и Кальмейский тоже Разных, да Кальмейский Кальмейская порода Ага, вы прямо на племзаводах приобретаете? Ну, стараемся, ну, сейчас же мало, да, потому что мы сейчас все равно, мы покупаем, ищем, ну, которые племени, мы такие хозяйства, мы стараемся покупать от них И потом мы, когда, у нас сейчас три порода, да, мы когда их, ну, кормим, удерживаем, и мы сами понимаем, какой там результат, и больше покупаем, стараемся, ну... А вот из этих трех пород сейчас, какое, предпочтение, какой вы отдали? Ну, Абердино-Абгусы, да Абердино-Абгусы, да Почему? Чем они вам нравятся? Ну, они нам нравятся, потому что они и холода не боятся, и как-то, и перевес у них, ну, мы получаем сейчас, в дальний момент, у нас перевес где-то кило 700 больше Кило 700 на обкорме, да? Да, 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 это, который выше от 7, это выше года, мы получаем уже такой результат Когда они маленькие, это очень, ну, медленно Это чистопородные скот-Абердино-Абгусы или поместные? Не-не, породистые у нас, ну, мы стараемся, ну, покупать, чтобы породистые, чтобы мы результат почувствовали, и увидели Если племенной скот брать, то это очень дорогое Очень дорогое, да А по чем же живой вес? Мы сейчас живой вес покупаем 220-210 рублей И последними партиями покупали 160, по-моему, у нас, ну-ка, 203 Это по Абердино-Абгусам? Нет, это Геррифорд мы покупали, да Геррифорд, да, ну, Геррифорд покупали, по-моему, да, 20-230, по-моему, ну, память как не изменяет, ну, где-то так Ну, разный, как мы договариваемся, это же тоже рынок, это же не так, она же, это такой продукция Это же нигде не ждут покупателей, это поэтому у нас заниматься надо Вы берете бычков или телочек тоже? Нет, вот в этом году мы покупали для пробы, чтобы мы хотим своя, чтобы маточный стадо сделать Вот сейчас покупали ми-80 голов породистые, мы сейчас покажем вам отдельный миф, да, у нас Мы хотим, чтобы не покупать и создать свои маточные по голове Отлично! У нас уже где-то 85 голов Ага Уже куплены, да, уже выращиваны маточные Они уже коровы или еще тёлки? Нет, нет, они тёлки, да, мы сейчас, ну, в следующий год будем получать свои уже бички Бычки, здорово! И эта порода 85 голов? Герифорд Герифорд Да, а там от них 20, ну, 30 голов, это абердино-август Тоже тёлки? Да, да Общее количество где-то 85 или 90 голов Ага, да, это хорошо, что... А, скажите, а бычков, вот, вы приобретаете, это издалека вы везёте хозяйство, вот, на какое расстояние? Ну, расстояние где-то, ну, там, 300 километров, ну, 400, да Это даже, то есть, это даже не Ростовская область, да? Ну, из Вальгограда, бывает, из Астра, ну, так, ну, поближе, из Вальгодона, ну, где-то, какое хозяйство нам нравится, с кем мы договариваемся, да Возраст какой покупный? Ну, мы возраст покупаем где-то выше полгода, да Полгода, да Ага, и веса они какого? Веса где-то около 200, 220-230 Ага, ясно, то есть, они уже на подсосе Да, отбитые уже, да Они уже с матерями, с коровами, они выкормлены молоком, здоровое стадо Да Да, а откармливаете до какого веса вы обычно? Мы откармливаем где-то средние 550 550 Да А почему именно? Ну, потому что есть у нас определенное время это кормление, ну, мы там, да, где-то по год-два месяца кормим как-то обычный, ну, там, по чуть-чуть И потом их чисто кормим, ну, много, добавляем там пшеницы, чтобы мясо потяжелее было, и мрамор, ну, там, качество мяса, да Потому что мы общаемся с кому мы сдаем это мясо, чтобы оно там у нас получилось, ну, как мраморное мясо Чтобы дойти до этого, чтобы у нас не второй ассорт был мяса, ну, выше категория Мы поэтому сейчас, благодаря это министерство Ростовской области помогает, вот, мы сейчас строительство идет, ну, уже идет завершение Мы строим бойного цеха у нас, чтобы своя, чтобы бики и, там, из района покупать и день 50 голов, чтобы мы забивать Да, то есть, увы, эта бойня будет не только для своих нужд, да? И для района, да, потому что, бывает, люди тут, там, держат, им проблем, допустим, расстояние 150-200 км, допустим, этого боня Ну, у нас есть специальные машины, чтобы будет покупать и забывать Для перевозки, да? У вас есть для перевозки? Да, перевозки есть, но нам осталось уже, там, еще покупать холодильник и вот эти, ну Ага, вы планируете заниматься забоем и потом продавать, как, полутушами, да? Да, что будет у нас своя мясо и районы, и мы также можем и обеспечивать наши районы, ну, просто, ну, где требоваться, там же Ага, ну, вот по бойне, если для обслуживания владельцев скота, это понятно Вы забили, взяли плату за услуги и возвращаете, уже мясо готовое, да? А по реализации полутуш, вы уже, ну, проверили, куда можно... Ну, конечно, у нас идет это, переговоры, все, мы договариваемся, куда она будет идти у нас, наша продукция Вы можете сказать, это какое направление? Вот, допустим, это обеспечение социальной сферы, допустим, там больницы, школы, детские сады внутри района Или магазины, заявки от торгующих организаций, или это поставки, ну, я не знаю, куда-нибудь там, на побережье Черноморское Ну, вот... Первая наша задача, мы как хотим, мы хотим, чтобы это освоили нашего района, вот, детские сады, ну, там, школы, где требоваться Если будет какой-то уже, ну, мы, и будем уже так же, естественно, продавать в Ростове, где-то, будет требоваться наша продукция Пока будем, ну, у нас маленькие сейчас начинают, мы пока у нас в районе, вот, как-то решать, вот, которые мы неуждаем этих вопросов Хорошо Своё маточное поголовье, вы нацелены, вот, сейчас 85 голов, но это вам недостаточно Нет, конечно, это для пробы, да, как она будет себя вести Это для начала, да? А вообще вы настроены, чтобы полностью себя обеспечивать? Да, 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 около, мы будем, вот, будем сейчас, чтобы своя получить, вот это, как она будет идти, наша идея, как уже будет показывать И мы будем около где-то тысячи голов поднимать маточные поголовье, да У нас идет строительная работа, вот, у нас есть, которая, собственно, земля, вот, рядом, прям, ферме, мы тут закупили и будем строить маточные поголовье Тысяча, это прилично Да И только для собственных нужд, или будете продавать? Ну, пока у нас не хватает, ну, как-то, чтобы продавать, особо нет, потому что есть для этого, мы построили базы, у нас есть своя, это, откормочники, мы вас покажем, да У нас площадки хватает, поэтому мы пока хотим, чтобы создать, чтобы у нас была своя продукция А вы прикидывали, насколько, насколько выгоднее, насколько дешевле будут свои телята, вот, получение своих бычков, допустим Вот, мы обсудили, прочитали, где-то выгодно будет около где-то 18 тысяч, мы выигрываем каждую голову На каждой голове, да На каждой голове, да Ага, сегодня вы платите за голову, если 220, по 200 килограммам Ну, это сколько получается? Ну, где-то 45 тысяч, да 45 тысяч А это что? А это мы получим где-то 30 тысяч, да 30 тысяч будет Сами больше, да Ага Ага, ну, это... И у нас мимо это, вот мы почему мы идем на это, чтобы мы свои бички подкармливали, ну, много, долго, чтобы он это ходил с коровой, чтобы он здоровый был Мы бывает идем покупать, а не отбивает Да Она, допустим, ну, это бичок, ну, молоко не кушал, ну, сколько ему нужен Мы хотим минимум 3 месяца, чтобы он у нас 4-5 года ходил с мамкой Потом отбили Ну, да, ну, идеально, вообще говоря, 6-7 месяцев Тогда это будет здоровое и потомство Да Да Лучше они растут, очень лучше растут, когда, ну, долго они ходят мало Да У вас, я вот посмотрел, большой набор техники, самая разнообразная, да? Да То есть вы обеспечены, наверное, на приличное поголовье, то есть больше, чем на 500 голов Конечно Мы сейчас в дальний момент, вот у нас 500 голов, мы сейчас готовы, наше все, хватает техника, чтобы кормить стадо где-то около 1000 голов Ага, то есть у вас вот в этом смысле технический резерв для роста хороший Да, 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 потому что у нас почти новые техники Вопрос только по земле А скажите, вот, покупные корма, даже несмотря на покупные корма, вы не в убыток работаете? Нет, конечно Все равно это прибыль Конечно, да Ну, просит работать, любое из дел, надо работать, стремиться, чтобы она получилась, ну, вигра Вот, я не знаю, вы подсчитывали рентабельность или, я не знаю, вот, что остается для развития в хозяйстве, ну, я не знаю, может быть, затратная часть Затратная часть, я могу вам... На килограмм привеса, вот, затратная часть и цена реализации, что остается в хозяйстве? Ну, остается, я так скажу, допустим, мы купили бички, да, у нас там просто, если детально я вам не сказать, могу коротко сказать, где-то около 15 тысяч мы зарабатываем каждую голову Любие затраты, да, снимать 15, да, если затраты убрать, да, если кому-то, я могу документально у нас все, она 15 тысяч, это как-то А если будет своя земля, если будет свое зерно... Да, это чуть-чуть удешевляет, да, просто это тут разный бизнес, это, если есть зерно, допустим, из поля, они разные бизнесы, вот, заниматься хозяйством, это другое, а заниматься землей, это вообще другое, это один одному не мешает, я так думаю, как уже сколько лет я занимаюсь, ну, как-то... Вот, если вернуться к комбикормам, к комбикорму, который вы готовите, вот, вы назвали три компонента, еще что-то есть, ячмень, кукуруза, соя, что-то еще... И добавляем семечка, вот это... По солнышной? Да, по солнышной, и добавляем межом, который вот... Это... Свекловичная, да? Это тоже добавляется, это просто, да, она... А, шрот по солнышной? Шрот, да, по солнышной, да, по солнышной, да... Ага, да, ну, что ж, это хорошие приветствия, хорошие показатели... У нас есть своя ВСИ, допустим, ну, мы неделю кормили, и потом ребята, ну, проверяют, допустим, какая рост, мы эту неделю сколько получили, ну, день сколько получили, если у нас как идет лучше, хуже, мы уже там сами уже консультируем вот это все, и... Да, вот, что касается молочного направления, вы получили и по первому гранту что-то, да, молочное какое-то оборудование... У вас и помещение вроде бы есть, но это будет у вас про запас на будущее когда-то, может быть... Если будет, да, земля, она будет, я буду заниматься молочным стадом. Ага, ну, обычно, вот, люди занимаются или-или, или молоко, или мясо, или можно сочетать. Я, вообще-то, сам строитель, вот, это дело как-то я любил еще, можно расскажу, маленький, и всегда у меня мечта была как-то хозяйство, ну, я вообще строю, ну, вот, много хоров, вот, я построил ООО «Южное молоко», вот это, может, слышали, я там много построил, ну, холдинга, вот это, животноводство помещение. строители да и как-то она у меня как-то я и как-то после этого и работаем приезжаем и как-то тут отдыхаем и как-то более удовольствие я получаю как-то это интересно и один одному не мешает как-то работаем это хорошо вроде ничего не нарушаем значит вы знаете какую именно ферму построить да конечно это было удобно для скота и чтобы было много я построил до построили чем потому вот это у нас еще вот конди корм который засыпаем у кира и он завозит кормораздатчик здесь перемешивают и он сколько времени у вас кормораздатчик этот ну уже четыре года до четыре раза во первом украине не это по второму гранту до второму гранту до сложно было карты получить ну сложно не было да сложно благодаря министерство сельское хозяйство который ну нам еще раз помогли вот это по бумажкам помогли вот это центр компетенция до помогли с документами чтобы оформить оформить правильно да на данный момент я вам сейчас хочу ознакомить нашим корма цехом который изготавливает комби корм обогащенный карби корм вот мы начинаем у нас есть корма смотрите вот кукуруза углеводистая у нас также ячмень это все мы соединяем пропорциях кукуруза ячмень и пшеница соя у нас и горох белковая это мы все соединяем пропорции покупаете да да ясно вот у нас идет бункер по изготовлению кормов вот у нас идет засасывание корма вот она на основной бункеру на две тонны у нас вот сюда поступает у нас твердый корм потом когда мы это все наполняем мы включаем вот перемешку чтоб обязательно корм перемешал видите все вот он он форму нас начал перемешиваться вот она у нас шнек идет мы включаем у нас начинается высыпка потому что там и белковая у нас идет это вода горох потом идет кукурузная более углеводы идет идет клетчатка это у нас пшеница все это мы соли это считается обогащенный корм уже а ясно ясно а вот добавки в этот комбикорм виде шрота шрот семечку мы тоже добавляем но очень маленьких пропорциях это все делаем что прямо семечка подсолнечник шрот именно шрота подсолнечный шрот все это мы добавляем мел добавляем для усилия роста костей ну и вот получается у нас такой корм кто делает это оборудование это именно словакия вот идет два с половиной часа и у нас готова две тонны корма потребность вашего стада сколько на данный момент у нас же стадо ну когда подрастает у нас идет три тонны корма а на данный момент нам хватает одного помола у нас идет полторы тонны корма на сутки до на сутки каждый день это установка в работе до каждый день она у нас работе и так как вы видели у нас поголовье ну разного возраста мы одним больше даем другим меньше дозировка какая вот какой возраст куба получает комбикорма сколько получает комбикорма два с половиной процента от веса вот мы взвешиваем каждый месяц и два с половиной процента идет на каждый живой вес у нас корма до для этого у нас есть больше тем крупнее да тем больше мы повышаем им корма добавлю ясно хорошо то есть не волю вы им даете не несколько но следим мы тоже за этим чтобы животное голодным не было постоянно но вот этого вот хватает эти пропорции эти таблицы это ну все это сами знаете наукой там все мы тоже придерживаемся стандарта это